перешли запчасти на турбину это вот колечки уплотнительные на подачу масла 13 72 72 6 шпильки верхние 10 05 532 прокладка на слив масла 13 31 076 потом гаечки верхние у нас тоже пришли 14 48 371 нижний гаек пока нету не пришли шпильки шпильки на приемную трубу l y r 500 10 также у нас прокладка пришла на приемные штаны и esr 37 37 ну пока начинаем собирать сегодня должна привести и гайки на приемную трубу перекручиваю шпильки турбину я завел шпильки перекрутил новые поставить на место и еще не поставил так как вот разъем который у нас сзади за патрубком это скажем так одна из тяжелых вещей которую нужно сделать сейчас возьму крючки сделаю чтобы одеть разъем на место а когда одену разъем потом уже буду одевать патрубки одну попадать в патрубки и заводить в верхние шпильки не знаю получится не получится снять этот процесс но для начала одеваю разъем щуп трубку я сверху крепление открутил вытащить ее не смог немножко в бок нагнул она у меня частично отошла мешать не будет трубочка снял я опять турбину выкрутил шпильки верхние шпильки не дают ее вывернуть и установить почему на шпильках и предусмотрена головка под ежку чтоб их откручивать вот эти шпильки фордовские по длине они такие же но у них нет головки она в принципе там головкой не поможет е7 чтоб открутить эти шпильки решил вот так вот нашел длинные шпильки цементированные это не шпильки это болты были от шатуна от volkswagen взял обрезал здесь гайку вот эту оригинальную прикрутил сзади она идет придавленная и она не прокручивается я что сделаю я их со стороны коллектора вставлю сюда а здесь сейчас резьбу я высверлю чтобы у меня проходила шпилька и уже отсюда снаружи у меня будет прикручиваться простой гайкой также на 13 латунной гайкой для коллекторов вот таким образом и если уже при необходимости уже можно будет легко это производить замену но эту шпильку снизу там прорезь она встанет нормально она не мешает поэтому я ее оставляю нижнюю а верхняя делаю так сейчас покажу на автомобиле вот одну шпильку я уже вставил вот вторая шпилька сзади завожу и вот на потом выдвину ее сейчас пока для установки их вот так вот устанавливаю на этом месте прокладки нету искал искала оказывается она по мануалу вообще не идет на соединение турбиной с коллектором ну что высверливаю резьбу и ставлю опять на место турбину поставил турбину только наживил снизу два крепления вот она еще болтается вот как видно шпильки я вытолкнул сделал их с этой стороны подлиннее пусть будут сейчас их побрызгаю медной смазкой и под начну подтягивать потихонечку сразу повторюсь и еще не один раз повторюсь нелегко нелегко тут некоторые моменты ну выкрутить и вставить турбину там в принципе так ничего страшного нету на место а вот такие вот моменты как вот этот разъем который на питание на управление я смог вот такими крючками удлиненными когда я ее снизу поджал снизу снизу поставил и поджал немножко снимать не мог потому что чуть камеру не уронил мешало здесь неудобно подлезть и вот этими крючками я аккуратненько и ее поправил а потом уже вот такой же длинной отверткой я крючком одним держал а длинной отверткой защелкну здесь надо несколько раз перепроверить чтобы все стало нормально слишком много потом разбирать чтобы что-то переделать сейчас снизу сток у нас где масло берем и наживляем оба болтика ну наживляем также длинным там торт т-30 на гибкой гибком удлинители и вот такой длинный удлинитель оно можно легко подлезть и наживить опять же показать не смогу только объяснить могу продолжаем вот вот масло сливная трубка я ее прикрутил и отсюда снизу до нее добираемся вот таким образом одну и вторую сторону наживил здесь два крепления наживил и эти два крепления наживил вот эту нижнюю гайку еще не наживлял брызгаем с маской и наживляем еды и Затянул оба болта, теперь можно закрутить подачу масла. Устанавливаем новое колечко и закручиваем штуцер. Затягиваем, снизу гайку я тоже подтянул, сейчас у нас турбина уже стоит ровно, теперь можем закрепить вот эти хомуты у нас на патрубках. Затягиваем штуцер. Затягиваем штуцер. По-хорошему эти хомуты лучше заменить, заказывайте сразу хомуты новые. Все, хомут закрепили и я так думаю, что мы сейчас здесь установим экран на место, вот этот экран. Затягиваем штуцер. С этой стороны у нас остается только рулевой вал. Устанавливаем рулевой вал на место и уже установим сразу экраны с этой стороны. также нам надо поставить верхний экран. Маленькие. Маленькие. Каппицы. Использующие марки. Каппицы. Олимпицы. Волон, бюр. Каппицы. 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 Паппицы. Волон. Каппицы. устанавливаем вал рулевой вал я снизу закрепил сверху пока его еще не крепил потому что поставил экран сверху на турбине вот такая маленькая трещоточка восьмерочка два болтика торцевой я закрутил и от верхней большим ключом здесь неудобно головка здесь не одевается трещотка не может повернуться а маленький трещоточный ключ отлично себя показывает здесь здесь сильно тянуть не надо подтянули поджали и все теперь заводим рулевой вал на место закручивать мы будем его сверху полевой вал подтянул теперь вставляем экраны до конца вот собрали здесь экран из трех частей он здесь состоит наживляем болты и гайки вот эти три теплоэкрана я закрутил нижний мы сейчас оттуда установим но перед этим мы монтажка я приподнял мост и наживил вот эти крепления также наживил подушку где у нас через сайлентблок она крепится сейчас затягиваем здесь и затягиваем болт сзади на подушку после этого уже установим верхний рычаг с этой стороны ставим на место рычаг так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все, болты вставил Теперь наживляем и затягиваем Здесь уже дело техники, поэтому показывать не буду Датчик вот цепляется на этот кронштейн Резинки одеваем Кронштейн шланга закручиваем, одеваем Провода после этого И устанавливаем уже шаровую и стойку стабилизатора Затягиваем Все, рычаг я установил Шаровую затянул Стойку стабилизатора затянул Оба соленблока затянул Как я и говорил, рычаг я затягивал Вот в этом положении Вот выемка На уровне этой выемки затянул рычаг Датчик поставил Шланг закрепил Проводку закрепил С этой стороны у нас только осталось поставить подкрылок Но мы его поставим Уже в последнюю очередь Сейчас опускаемся под автомобиль И устанавливаем еще два теплоэкрана И после этого установим глушитель А после этого уже будем устанавливать кардан Перед тем, как экраны поставить А я все смажу Ставим маленький экран И так же Вот этот большой экран Устанавливаем И затягиваем Все, экраны я затянул Брызгаем шпильки на турбине Ставим прокладку И ставим штаны Пока собирали Гайки привезли Такие вот гаечки ЛР-02-56-80 Устанавливаем приемную трубу И прикручиваем гайки Субтитры сделал DimaTorzok Все, наживляем гайки и подтягиваем их. Подтягивать буду длинным удлинителем с карданчиком. Все, коллектор, вернее штаны в турбине я прикрутил этот крепежный момент. Так, серьгу подвес я подвешил и задний хомут я затянул, бруски сзади убрал. Так, ну что мы теперь делаем, теперь мы ставим карданный вал и прикручиваем его. Наживляем и прикручиваем. Кардан наживил, сейчас покажу, вот этим пневмоинструментом его очень удобно подтягивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, вот такой вот длинный, собираю и даже верхний болт, вот он, его нормально отсюда оттянуть. Кардан затянул, ставим на место траверсу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И затягиваем. Вот остался у нас заключительный штрих сверху. Трубка щупа, я вот ее сдвинул примерно сантиметров на пять. Вот такой вот болт, головка на десять, открутил и сдвинул. Для чего? На турбине, где у нас разъем управления, он упирается, когда начинаешь вытаскивать, он упирается в трубку щупа. Здесь, получается, щуп отодвинул сверху пять сантиметров, там он где-то снизу отошел на полтора сантиметра. И этого достаточно, чтобы удобнее было снять. А так он упирается и можно отломать или оторвать. Закручиваем щуп. Щуп затянул, ставим на место крышку. Прикручиваем клемму аккумулятора и пробуем запускать. Запускаем. Пусть маленько поработает. Я слышу, турбина сопит нормально. Всё. Всё-таки замену, не снимая кузова, можно турбинами произвести, что мы и сделали. Работает мягенько. Никаких посторонних звуков нет, подтеканий нет. Снизу всё сухо. Сечь не сетёт. Нету никакого треска. Ну и турбина работает. Самое главное, она работает. Сейчас ставим на место подкрылок и ставим снизу защиту. Дыма нет. Всё. Дым отсутствует. Копоти погазовал. Сколько копоти с глушителя выкинуло. Турбина уже давно потихонечку подходила. Всё. Теперь она работает. Теперь она отрабатывает. Замечательно. Не спеша, потихонечку, турбину заменил. Всего вам доброго.